В частности, речь идет о дошкольном образовании. Согласно федеральному проекту, до 2021 года все дети должны до трех лет быть обеспечены местами в дошкольных учреждениях. На сегодняшний день цифры по области таковы. 17 тысяч малышей этого возраста уже посещают государственные сады. По данным департамента образования, очереди в Ясли сохраняются только в двух районах. Мест не хватает в Суздальском районе и во Владимире. Идет работа в Суздальском районе. Сегодня у нас уже есть объем финансирования, который пойдет на строительство двух детских садов в Суздальском районе, в поселке Боголебово и в Сновицах. У нас есть плановые федеральные средства на выкуп в городе Владимире в этом году. Ну и, конечно, сейчас Владимир должен определиться с тем, как дальше будет решаться эта проблема. А при школах до 2024 года нужно ликвидировать вторые смены, пока они сохраняются в 71 учебном учреждении. Постепенно решить эту проблему планируют за счет строительства новых школ. В этом году свои двери впервые откроют школу в юго-западном районе Владимира и в Кольчугино. А в следующем году учеников примет новая школа в Собинке. Много говорили на сегодняшней коллегии и на тему качества образования. В частности, департамент ставит перед педагогами задачу лучше готовить учеников для участия в Олимпиадах. В каждом учебном учреждении должны быть созданы условия для работы с одаренными детьми. Но при этом не должен падать общий уровень подготовки других школьников. В частности, к единому государственному экзамену. В этом году результаты ЕГЭ департамент образования порадовали. 43 выпускника получили по одному из данных предметов 100 баллов. Каждый третий участник единого госэкзамена сдал русский язык более чем на 80 баллов. В департаменте уверены с внедрением инновационных технологий. Усовершенствование материально-технической базы удастся вывести на новый уровень качества знаний в общеобразовательных учреждениях.